Всем снова добрый день. Надеюсь, на этот раз я никого не оглушу и кто-нибудь меня все-таки услышит. Так получилось, что я нынче вам буду рассказывать скорее про деятельность одной из лабораторий в рамках факультета компьютерных наук, а именно Лямбде. Да-да-да, все поклонники Half-Life, наверное, понимают, к чему это. И, в общем, сначала немножко расскажу про машинное обучение в самых-самых базовых вещах, типа, что такое данные, откуда они берутся, что с ними нужно делать. То есть, если продвинутые нейронные сети были для вас чем-то элементарным, то сами понимаете, что нового здесь ничего не будет. А потом расскажу про то, что можно сделать, имея аппарат машинного обучения, а также большой адронный коллайдер. Как можно помочь физикам, имея в виду те методы, про которые вам рассказывали до этого, я надеюсь, и про некоторые, которые я немножко анонсирую сейчас. Вот. Ну, на самом базовом уровне. Все скучные футурологи любят сейчас нынче говорить о том, что в мире все оцифровано. Мы уже не удивляемся тому, что, не знаю, ходим в электронные магазины, шлем электронную почту, а дальше по извращению кто-то курит электронные сигареты. В общем, все кроме последних. Оно традиционно умеет как-то не в духе конспирологии записывать данные о пользователях. Каждый раз, когда вы смотрите видео на YouTube, куда-то переходите, каждый раз, когда вы, не знаю, банально получаете спам и говорите, что это спам, кто-то об этом узнает, накапливаются люто бешеные объемы данных. Но это, собственно, наверное, вам уже проанонсировали, проговорили. Вот. С другой стороны, есть безумные вычислительные мощности, ну как безумные, достаточно внушительные, которые сейчас тоже активно очень любят внедрять. То есть у каждой компании современной, даже не работающей в IT-сфере, наверняка есть какой-нибудь более-менее вычислительный сервер. Вот. Ну, в общем, все это благополучно накапливается, и в итоге объемы современных интернетов, ну, я думаю, это немножко вне рамок того, что я должен нынче говорить, но действительно данных на самые-самые-самые разные темы можно набрать безумно большое количество. Сюда же можно отнести социальные сети, всяческие имейлы и так далее. Отдельный вопрос — это зачастую задачи о данных, они приходят к нам совершенно из, ну, казалось бы, не знаю, не… В общем, оттуда, откуда не ждали. Например, есть такая замечательная штука ЦЕРН, это объединение огромного количества физиков, которые на самом деле занимаются экспериментами в области физики высоких энергий. Это вот тот самый адронный коллайдер, о котором вы, наверное, слышали из новостей, а может быть, кто-то с ним знакомый подробнее. Вот. А чем эта штука интересна? Тем, что на самом деле это такая установка, которая сталкивает… Ну, как известно, коллайдер — это такая штука, которая сталкивает частицы. Она сталкивает огромное… Ну, количество столкновений в секунду, оно просто огромное. Ну, в том числе приводится цифра, что порядка 600 миллионов событий в секунду, и, опять же, поток данных, который там возникает, он даже слишком большой, чтобы это просто можно было элементарно все куда-то записать. Порядка двух терабайт, что ли, в секунду — это явный вывод нашего замечательного коллайдера. Вот. И также, что интересно, большинство событий, которые этот коллайдер генерирует, то есть большинство этих столкновений, которые, как он считает, он померил, это всяческий мусор, который с точки зрения физики принципиально не интересен, и как-то, не знаю, ценностей для сохранения особенно не имеет. Вот. Соответственно, тут тоже возникают все задачи на анализ данных, о которых мы еще поговорим. Вот. Здесь, на самом деле, была некоторая общая обзорная часть по поводу того, что вообще можно делать при помощи анализа данных. Это хотя бы для кого-то нетривиально после предыдущей лекции? Тогда можно пропустить. Короче, если в двух словах, то также, вот помимо того, что у нас скапливается большое количество данных, люди традиционно при помощи этих данных интересуют решение огромного количества задач, вроде, болен ли пациент по огромной базе данных пациентов с анализами, вроде, какой из результатов лучше отвечать на поисковый запрос, и же с ними, ну и плюс огромное количество таких примеров с темной стороны, когда банк, условно говоря, хочет знать, насколько надежен ли заемщик или какой-нибудь, скажем так, не знаю, мрачный титан-одиночество хочет понять, как ему заработать на фондовой бирже. Вот. Ну, то есть проблем, опять же, хватает. Но мы с вами скорее о физике. Как вы примерно знаете, машинное обучение – это про то, когда у нас есть некоторый набор данных. Давайте все-таки иметь в виду наш замечательный коллайдер. У нас есть результаты столкновения огромного количества частиц, и для каждой из них мы знаем параметры, вроде того, как на них прореагировали, собственно, детекторы, то есть как их измерил вот этот сам коллайдер, всяческие массы, энергии, в общем, огромное количество всяческих физических параметров. Таких данных у нас безумно много, и также мы хотим как-то решать такую задачу. А какие частицы вообще в целом принадлежат к тому распаду, который физикам интересен, какие из них, соответственно, можно сразу выкидывать. Ну, я думаю, что вас, опять же, с этими познакомили. Соответственно, машинное обучение про то, как при помощи, опять же, данных и вот такого алгоритма мы можем получить некоторую, собственно, модель той закономерности, которая, как мы предполагаем, в данных есть, для того, чтобы дальше на новых данных ее применять. Ну, опять же, традиционный метод, который вроде как в программе предыдущего выступления отсутствовал, это те же самые решающие деревья. Выяснилось, что на основании аппарата теории информации Шеннона компьютеры можно заставить очень быстро, довольно эффективно. Вот, например, задача классификации – делить выборку по каким-то признакам формальным, таким образом, чтобы, соответственно, после разделения две части, на которые выборка поделились, были максимально разные с точки зрения классов. Например, справа мы видим деревца, которое было обучено на выборке того самого кредитного скоринга, то есть банк пытается по истории заемщиков понять, стоит ли выдавать кредит новым людям или, собственно, не стоит. Вот. И здесь, например, есть признак касаемо возраста, то есть если заемщик старше 40 лет, то в зависимости от этого радикально меняется доля тех людей, которые кредит, соответственно, отдали, которые не отдали. Ну и дальше таким итерактивным делением можно прийти вот к такому дереву, которое более-менее в данном случае решает задачу выдавать кредит или не выдавать. Вот. На самом деле в реальном мире обычно учат не одно дерево, а композиции из решающих деревьев, то есть из всего этого можно сделать куда более эффективную модель, если, например, учить много деревьев под выборком, потом их усреднять. Но это, опять же, детали. Вот. С другой стороны, есть те самые нейронные сети, которые, наверное, вам уже только что объявили. Сейчас же был именно только по нейронным сетям доклад. Ну, короче, там были нейронные сети, да, по изображениям. Вот. Ну, соответственно, про них вы примерно понимаете. То есть это просто, ну, скажем так, биологи говорят, конечно, что нейронная сеть ничего не имеет общего с мозгом, но нейронная сеть, в целом, это такая модель человеческого мозга, которая каждому нейрону, ну, который, условно говоря, образуется из суперпозитов, много сложных слов, образуется из большого количества таких линейных сумматоров с весами, которые, ну, и далее нелинейных преобразований к ним, которые в итоге, в зависимости от этих весов, могут аппроксимировать ту или иную функцию. Дальше идет большое количество математических сложностей, которые позволяют аппроксимировать закономерность, которая находится в данных. Я, пожалуй, это все-таки таки опущу. Вот. И вообще разных методов машинного обучения есть безумно большое количество. Здесь, например, такая, ну, не знаю, график-шутка, которая иллюстрирует к одной из популярных библиотек машинного обучения, как выбирать метод для анализа данных. Вот. Ну, в общем, вы поняли того, другого, третьего, данных, закономерности, данных, задач на данные, разных методов решения много. Вот. Вся наша лаборатория анализа больших данных про то, как это сопоставлять и как находить, собственно, оптимальное решение при помощи, зачастую, не самых математических, но весьма… О, боже, что это? Что происходит? Отлично. Надеюсь, оно это сделало один раз. Одна из таких задач, как я уже говорил, это задачи на большом адронном коллайдере, когда у нас есть вот та самая установка. Уймись, наконец. Отлично, он с нами. Вот. У нас есть та самая веселая установочка, которая занимается тем, что измеряет физические параметры распада в частиц. И делает она это очень много раз. В большинстве случаев она измеряет, на самом деле, лютый бред. То есть она измеряет там, где частицы, на самом деле, ничего интересного не произошло или все прошло мимо детектора и так далее. То есть, в общем, хочется физикам вот этот весь бред, который измерен, благополучно выкинуть, чтобы запоминать только те события, то есть те столкновения частиц, которые интересны для той самой магической физики, про которую большинство наших сотрудников особенно не понимают, но именно для исследований фундаментальной физики. Вот. Так, для конкретных цифр, если просто взять весь поток данных и выкинуть оттуда то, что очевидно не является вообще никаким распадом, поток, ну, конкретно на этой установке, там их несколько, на LHCB, 40 миллионов событий в секунду, из них 39 миллионов – это сущий мусор, трэш, угар, садомия, который в итоге можно просто выкидывать сразу. Ну и 1 миллион событий в секунду – это тоже неплохой поток данных, который не хотелось бы просто так брать и писать на диске. Соответственно, дальше вступает в силу то самое машинное обучение, про которое мы только что говорили. Если совсем проще, то вот эти самые решающие деревья, но очень по-хитрому обучаемые. Опять же, если на эту тему будут какие-то разъяснения, как это именно делается, то либо вопросы, либо Google градиентный бустинг, потому что там, по сути, свои используются он. Вот. Таким образом, именно при помощи машинного обучения, при помощи небольшой размеченной выборки можно выделить из миллиона событий в секунду только примерно 30 тысяч тех, которые интересны. Поэтому все остальное, оно благополучно также является некоторым трэшем-угаром, тем распадами, про которые физикам уже ничего не нужно. И вот только такой маленький поток можно писать на диск. Соответственно, экономим таким образом и вычислительные мощности, и, собственно, сам диск, и нервы физикам, которым потом тонализировать. На самом деле, кроме этого, огромное количество других вещей было также сделано с самой установкой и с тамошним файловым хранилищем. Например, нашими бравыми лямбдовцами получилось сэкономить 40%, короче, 4 петабайта лютое количество памяти в файловом хранилище CERN, но просто методом, простите, выкидывания тех файлов, которые предсказаны, опять же, методами машинного обучения, не потребуются в дальнейшем. И вообще мы молодцы, у нас есть много очень упорных сотрудничеств с CERN, поскольку, скажем так, есть огромное количество людей, у которых у каждого есть свои какие-то приложения. С другой стороны, есть другой, совершенно тоже связанный с физикой, но совершенно не связанный с Adron Collider проект. Ладно, немножко связанный, конечно, который еще более безумен, но, в общем, пока что мнение известно общественности. То, что называется Крейфис. Есть такой особый сорт физиков, они называются астрофизики. Они очень любят разбираться, что происходит вне земного пространства, то есть всяческое поведение тел в космосе и жизни. Что характерно, их, помимо прочего, интересует такое очень редкое явление, когда нашу с вами замечательную планету по непонятным причинам падает с огромной энергией достаточно маленькая, ну, короче, по сути, элементарная частица. То есть считайте, что это такой протон с энергией бейсбольного мяча, летящего там на скорости звука. Вот, такая штука происходит безумно редко, но вроде как они уже решили, что это происходит на самом деле, это не просто баг тамошних, собственно, обсерваторий. Но падают эти частицы практически, ну, как сейчас считается, вне зависимости от того, ну, короче, падают они довольно равномерно и крайне редко, поэтому ловить их традиционным методом при помощи строительства безумно дорогих обсерваторий в половину земного шара, это плохая мысль, просто потому что в оставшейся половине земного шара будет очень трудно жить всем этим астрофизикам, остальным вообще не будет идти. Вот, поэтому была предпринята такая очень упоротая попытка взять и попытаться заменить одну огромную обсерваторию на огромное количество, по сути, своих волонтеров, у которых есть некоторое приложение, называется Creafis, оно даже, по-моему, опубликовано, которое будет при помощи камеры телефона, которую человек оставит просто ночью, ну, на ночь буквально смотреть вверх, анализировать, как будут выглядеть, ну, анализировать, где находятся, как упали вот эти вот частицы из каскада, который получился после вхождения вот такой вот энергетической частицы в атмосферу Земли. Да, откуда происходит этот каскад? Я уж как-то забыл. Когда в атмосферу Земли входит что-то с безумно большой энергией, сами понимаете, что оно начинает сталкиваться со всем тем, что там находится. И поскольку энергия у этой частицы сильно больше, чем у того, что она врезалась, ее хватает на то, чтобы рядом с столкновением произвести такой целый каскад падения частиц других, которые она встретила, в атмосферу Земли. Поэтому при помощи того же самого смартфона, который находится в радиусе, скажем, полукилометра от такого падения, и, собственно, на котором включено это приложение, и которое сейчас смотрит в небо камерой, можно таким образом задетектировать, то есть узнать, где находятся некоторые частицы из этого распада. А дальше творится достаточно сложная и тоже изуверская математика, которая нужна для того, чтобы по нескольким смартфонам, которые находятся в зоне падения частицы, восстановить вот само место падения, энергию, углы и то, что интересно астрофизикам. Это еще одно наше довольно веселое приложение, которое работает за большими данными, потому что, как вы понимаете, много людей с большим количеством смартфонов, на которые помимо этих частиц приходит большое количество шума, нужно как-то обрабатывать и, опять же, как-то из этого понимать, есть ли там вообще это событие, то есть падение этой частицы или это просто шум. Надеюсь, было не очень сумбурно. Если у кого-то есть какие-то вопросы, комментарии, там, не знаю, доводы против и помидоры, прошу их принять сейчас. Да, еще раз, я, наверное, безумно плохо это рассказал. Вот, смотрите, много мусора, это вообще такое некоторое, то, с чем физикам приходится жить. Они не могут просто так исследовать редкие распады после столкновений собственных элементарных частиц, не имея при этом солидной вероятности того, что распад вообще будет неинтересен. То есть им приходится выделять из безумно большого потока событий некоторое небольшое, ну, собственно, подножество распадов, которые им интересны, и дальше творить с этим анализ. Соответственно, восстанавливать массу отдельных частиц, которые им интересны и так далее. Соответственно, high-level trigger нужен для того, чтобы им приходили данные, в которых куда меньше шума, то есть неинтересных распадов, чем, ну, собственно, если просто давать им все данные. И для того, чтобы не помнить это абсолютно все, то есть не захоронять жесткие диски петабайтами данных. И вот эту вот штуку я неосторожно упаковал в слово изуверская математика, но там творится примерно следующее. Во-первых, действительно, как вы правильно сказали, камера телефона — это не настолько точный прибор, как какая-нибудь обсерватория. Во-вторых, даже в обсерватории есть шумы. То есть если камера телефона увидела что-то другое, то, собственно, скорее всего это отличить не получится от сигнала. Как это пытаются отличить? Собственно, у нас есть некоторое априорное знание. Это был конец, да? У нас есть некоторое априорное знание, которое я где-то здесь забыл, что это все падает вот таким каскадом. То есть если у нас есть какие-то подозрения на падение частицы только у одного телефона, который находится, рядом с которым все остальные говорят, что ничего нет, скорее всего это шум. Потому что просто если бы один телефон это увидел, то это увидели бы телефоны, которые находятся рядом с ним. Из этого достаточно сложный алгоритм из серии EM, из Spectation Maximization, но это не тривиально, о котором обычно рассказывают, получается восстановить, правда, опять же, как вы правильно заметили, очень не точно и не без помощи потом фильтрации людьми. То, где хотя бы происходило вот это падение и примерно масштаб, собственно, вот этого, не знаю, дождика из частиц. То есть это можно сделать из предположения о том, что если что-то замечено телефоном, то рядом с ним должны быть такие же сигналы. Но это, опять же, теория вероятности EM и же с ними. Простите, что так затянул, еще вопросы? Давай ты, я тебя помню. Мы находимся на факультете компьютерных наук, мы, не знаю, рабы его вовеки вечные, а он опять, в общем, он продолжает. Вот, да, мы входим в клет компьютерных наук и, в общем, надеемся, что они об этом не сильно жалеют. Вот. Ну, во-первых, большое спасибо, что вы таки при помощи вопросов, заставили меня рассказать то, что я пропустил. Вот. Само вот это вот, сама физическая природа этого явления, у нас частицы столкнулись с большой скоростью, что-то произошло. Она носит некоторый вероятностный характер. То есть с разными вероятностями у нас могут там произойти частицы с разными зарядами, разными массами, разными и далее разными другими параметрами. В зависимости от того, какой у них заряд, установка устроена таким образом, что они приобретут разные траектории, потому что там действует магнитное поле достаточно сильное. Вот. И в зависимости от того, опять же, физикам интересны только некоторые пары частиц, которые там выделяются. Ну, пары-тройки, опять же. Некоторые из них еще ведут себя сложнее. Там после распада выделяется, допустим, пара кварков, которые через некоторые, они довольно нестабильны, они через некоторое время еще дальше распадаются во что-то еще, например, в мионы. Вот. Опять же, в зависимости от того, как они распадаются, установка их измеряет по-разному. Соответственно, получается так, что вот именно на уровне машинного обучения получается отделить частицы по их природе, по тому, как они на вот этой установке себя проявили. И еще такая штука. Откуда бралась сама выборка, если физики изначально… Ну, как бы, если задача размещать эти частицы, и физики изначально это не смотрят, в зависимости от некоторых предварительных, ну, собственно, анализов физиков, и при помощи симуляции, получается действительно создать выборку, частично, кстати, симулированную, но на основании грамотной физической модели того, что там происходит, частично с использованием аппаратных данных, ну, в смысле, с самой установки, при помощи которой все это и сделали. Ну, и на самом деле там много методов использовано, и там все немножко сложнее, чем просто взять и обучить дерево. Вот, спасибо. Далее. Про сказку, что у меня чекады, где попало, и очень интересно. Вы задаете вопросы. А на самом деле, по всей поверхности вероятность, обнаружение лучшей обороны области, он может ли эти вероятности пересчитать? То есть, чтобы быть, кто злаловался, для обеспечения вероятности? Да, и такие попытки даже водились, только есть некоторая тонкость, связанная с тем, что у нас самих событий, то есть вот точно мы уверены, что вот там был вот такой распад, у нас их не так много, и поэтому даже статистическое исследование, оно будет иметь малую статистическую значимость, по крайней мере, такими традиционными методами вот такие функции восстановить по малому количеству данных трудно. То есть самих падений частиц в атмосферу у нас не так много. Да, просто потому что никто так не удосужился ее нормально посчитать, и если вы внезапно захотите прийти к нам и это сделать, мы будем вам безумно благодарны. На самом деле конкретно задачи, буду мотать слайды, конкретно в этой задаче здесь скорее это исследовательский вопрос, потому что астрофизики на той астрофизике, что им безумно интересно то, что происходит, они пока никак не могут объяснить, что вот есть наша планета, вот есть космос, который мы вроде более-менее как-то худо-бедно понимаем, и тут внезапно к нам пролетают вот такие частицы, откуда, кто их отправил и так далее. То есть это фундаментальное исследование в области астрофизики. Конкретно в бытовом смысле, они, опять же, ну как было только что объявлено, они могут сносить некоторую дисторцию в камеры маловероятную, это один из источников помех, но это не так значимо для обычного человека. То есть какой-нибудь абстрактно взятый, не знаю, житель средней полосы России их на себе не ощущает. Советская действительность их не ощутит. То есть бытовой смысл пока никакой. Ну как у всей физики, может быть потом получится на основании этого сделать что-то безумно классное и так далее. На то они и физики. Вот, да, конкретно про Крейфи здесь нужно сказать такую штуку, что это проект в процессе своей разработки, это не что-то конечное. И там той коллаборацией университетов и лабораторий, которые его делают, периодически решаются задачи вроде, с одной стороны, математические, то есть как правильно их дальше выставлять, с другой стороны, инженерные, как обрабатывать данные, и с третьей стороны, как вы правильно заметили, вопросы, связанные с социальной инженерией, как заставить большое количество людей качать приложения. И там даже есть какие-то абстрактные планы на пресс-релиз, на массовую рекламу и связи с общественностью, но, честно признаюсь, я не сильно в них вникал. Ну вот даже если вы снимаете все с телефоны или даже обсерватории, в большинстве случаев может мешать погода. Неудобнее ли было это делать все из космоса? Смотрите, поскольку мы уже не можем покрыть пространство в земле, обсерваториями, это безумно дорого, то покрывать землю, ну, короче, из космоса огромным шаром обсерватории было бы еще больнее. Вот, то есть шанс того, что… А если у нас есть какие-нибудь там, не знаю, сеть спутников, шанс того, что на один из них упадет такая частица, если она… Ну, если ее и так найти довольно трудно, довольно маленький. Тем более, поскольку частица падает в атмосферу, она делает некоторые… Она производит некоторый каскад вот такой падений, из-за которых ее намного проще заметить, на самом деле. Потому что даже то, что находится там после десятого столкновения, то есть, соответственно, там одна… На два в десятой степени от этой энергии, это все равно сильно заметнее, чем просто, ну, стандартные показания камеры. Это протон. Его видно в смысле, что на камеру периодически прилетают отдельные пиксели, так, как будто туда… Ну, так, как будто там сильное свечение. То есть, это вот обычные помехи. То есть, это не то, что можно увидеть, как вот метеорит. Это просто аномалия камеры, которую человек обычно считает шумом. Некоторые из них вызваны вот таким явлением. Как считают астрофизики? Вот. Как вы справляете справлять того, что 87% обсерваторов в земле, через вода, по дереву, как бы ягод, куда-то будет? Никак, но… Да. Но обсерватории занимают еще меньше процент поверхности Земли. Нет, я думаю, что вот почему нельзя строить с обзором ягод? Потому что у всех сенсов отцепленных всех протонов, всех путей связанных и не попадают просто в ягод. Там нет никаких протонов, не увеличивающихся. Ну, если точнее, то трудно заставить добровольцев с телефонами плавать в океане. Вот. На самом деле, тоже хорошее направление для размышления, но пока что стоит такой огромный штамп под названием «дорого». Вот. А заставлять людей плавать забесплатно мы уже не можем. То есть, это та еще задача по Атлантике с телефоном плавать. Вот. А вот зачем при этом используют человека? Почему нельзя запустить некую машинку, которая будет летать с этим телефончиком? Людей больше, и они бесплатные. Вот. Так. Чего есть? Ну, во-первых, самый простой. Там, вот конкретно в нашем эксперименте используют деревья решений, бустинг над деревьями решений. Нейронные сети действительно там тоже используются. В целом, задача избавиться от переобучения, она даже без регуляризации отлично убивается от того, что данных безумно много. Как было сказано, а, соответственно, если вы увеличиваете количество данных, то шанс попасть под них всех и сделать все равно некоторую гадость, которая непригодна к практике, он резко меньше. Вот. Так. Если еще люди есть...